Всем хай, я Мигрик, и в этом видео, ребят, вы узнаете топ 5 лучших персонажей на данный момент. Если мое мнение с вашим не совпадает, без проблем пишите в комментарии. Все комментарии читаю, ну а также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И первый персонаж у нас это Бия. Бия это вообще универсальный персонаж, под многие карты подходит. Даже если карта не подходит, то все равно можно тащить. Бия это очень имбовый персонаж, за которого достаточно легко играть, если вы хоть немного умеете попадать. То есть, грубо говоря, если вы немного хотя бы умеете играть за этого же Брока, то за Бию вам будет так же легко. Вот сейчас, например, я вообще не напрягаюсь, просто сломал банку, подбежал. Я вам сразу поняла, что ее сейчас заберут и все. Вот халявные банки. Если Бия профармится, у нее будет хотя бы 3 банки. Это все. Она разнесет абсолютно всех, ребята. Кто бы там ни был. Просто абсолютно всех. И это, конечно, круто. Я сам, честно скажу, люблю поиграть на Бии. Но мне кажется, это слишком имбовый персонаж, которого должны немного пофиксить. Эта же пассивка, она, ребят, вообще, тоже имба полная. То, что вас может ультануть, это же Шелли с 10 банками. И все. И вы, как бы, не закончитесь. У вас останется 1 хп. И, как бы, вы продолжите жить. И это, конечно, не может не радовать. Вот сейчас, допустим, я перестреливаю с Бо. Он мне просто ничего не сделает. Вот сейчас я накоплю атаку. Вы просто посмотрите, насколько... Ну, она достаточно толстая. Как-то вот так вот. И за нее достаточно легко попадать. Изи топ-1, ребят. Итак, новый персонаж у нас это Эмс. На четвертом месте. Эмс это тоже вообще крутой персонаж. За него очень и очень легко играть. Он универсальный. Играет в режимах 3 на 3. Играет в ШД, везде играет. Ну, главное, чтобы карта была более-менее открытая. К прокачке этот персонаж не особо чувствительный. И на данный момент он вообще в мете находится. И засел прям так знатно. Это просто имба лютая, ребят. Особенно на больших кубках. Так, у нас коктейльчик. Вот просто сейчас возьму коктейль. И разнесу абсолютно всех. Так, бам, бам. Просто, ребят, чтобы вы знали. Я играю сейчас с катки просто подряд. Я там не перезаписываю. То есть на этих персонажах реально очень легко играть и выходить в плюс по кубкам. Тем более, вы видите, что у меня кубки, как бы, ну, не самые маленькие. Ну, а мы переходим к следующему персонажу. Итак, следующий персонаж у нас это Спраут. Спраут в данный момент это тоже имба люта, за которую надо играть, пока его не пофиксили. Потому что разработчики сказали, что они что-то с этим будут делать. Обязательно. И, ребят, это, конечно, очень крутой персонаж. И мне кажется, разработчики его пофиксят прям очень знатно. Снизят ему урон, снизят ульту. И Спраут станет не таким имбовом. Поэтому сейчас нужно реально катать на Спрауте. Постоянно. Персонаж универсальный, опять же, играет в режимах 3 на 3, играет в ШД, везде играет, ребят. В этой же раборубке, ребят, он играет. Просто с багом. Поэтому персонаж очень крутой. У него крутая механика. От всего его патроны отскакивают. Если приноровиться к этому, то просто можно разносить всех подряд. Если вы хотя бы 30 минут поиграете на этом персонаже, все. Ребят, вы будете разносить. В данный момент я играю, вы заметили уже, наверное, не на своем аккаунте. Потому что у меня нет Спраута. И многие персонажи не сильно прокачаны. Я взял аккаунт у своего подписчика и пошел катать. Даже у меня нет Спраута. И я сейчас вообще на Изи играю. Так же можете, ребят, и вы. Просто посмотрите. Все от меня бегают. Все боятся. Этот же Бонни знает, что сейчас делать. Просто вот так вот закинул. Все. Изи. Просто легкий топ-1. Итак, следующий у нас персонаж это Пэм. Пэм тоже это очень универсальный персонаж. Играет в режимах 3х3, играет в ШД, играет в Барборубке. Везде он играет. Главное, чтобы карта была подходящая под Пэм. Вот сейчас эта же Роза взяла очень много на себя. И мы ее легко вынесли. Пэм очень хорошо тимится. Особенно на высоких кубках. Там только 8 биты и Пэм. Больше никого там, ребят, вы не встретите. И это я вам гарантирую 100%. Просто все боятся Пэм. На больших кубках там на 700 плюс имею ввиду. Там просто Пэм люто тимится. Никому ничего не дают делать. Просто там, ну вы представьте себе. Играете вы за какого-нибудь условного кольта. А тут 4 Пэм затемилось. Вот так вот. Поэтому Пэм очень популярный персонаж. Если подниметесь на большие кубки, ребят, то будете просто разносить. И это круто. Пэм, мне кажется, тоже надо немного пофиксить. Потому что чересчур этот персонаж им будет. Ой, лагануло что-то сейчас так. У этого персонажа есть офигенный гаджет. Офигенная пассивка на хилку. Поэтому, ребят, этот персонаж очень живучий. Во-первых, у него хитпоинтов просто дофига. Вот просто посмотрите. Я отхилял себе полторы тысячи ХП. И просто на изи забираю на ней. Вот кто так еще может? Только Пэм. Итак, следующий персонаж у нас. Он занимает первое место. Это 8 бит. Это, ребят, просто офигительный персонаж. Который сейчас в мете. Которого вообще не фиксит. Разработчики знают, что он чересчур им будет. Что это имбалансный персонаж. Но всем по барабану. Он просто разносит всех подряд. Просто в щепки. И это, ребят, не может не радовать. Потому что этот персонаж очень и очень крутой. Просто сейчас. А если он профармится 3 плюс банки. Все. Это легко. Его никто не вынесет, ребят. Это стрелок просто. У которого дофигища хитпоинтов. И офигительный гаджет. Просто никто ему ничего не сделает из этого. Этот же кольт. Этот трикошет. Все просто отлетают. С двух тык. А 8 бит он еще и возродит. Вы представь себе. Вот сражайтесь. Сражайтесь. Вы за какого-нибудь условного ворона. Побеждайте с ультой вместе. Возрождается. 8 бит с посибкой. Второй. И опять же разносит вас всех. И пока он возродится. Там все подряд уже передерутся. А он в итоге единственный и останется. Поэтому, ребят. Этот персонаж сейчас мете за него. Нужно играть. Потому что разработчики его вообще не фиксят. Вот прям вообще. Особенно на больших кубках. Они еще и тимятся. И... Всем вообще тяжело-тяжело. Там 8 бит и пэм тимятся. И все. Потому что никого больше нет. Потому что я сам играл лично. На высоких кубках. И знаю, ребят, что это такое. Кто тоже знает и понимает, что это такое. Пишите в комментарии. Сейчас просто мы забираем 8 бита. Да, на этом персонаже нужен небольшой скилл. Нужна желательно... Ну, хотя бы минимальная прокачка. И вы просто будете нагибать этим персонажем. И я имею ввиду нагибать как. Просто до 500 кубков. Это на изи. То есть, просто на изи. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok